Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здрасте. Елена Головкина из Самары. Очень приятно. Елена, вы давно уже занимаетесь в русской иконописной школе? Ну, третий год, да. Это уже большой срок такой. Уже, наверное, много икон написали? Ну, к сожалению, пока немного. Пока у меня две иконы и сейчас вот три в работе. Ну, наверняка вам приходилось писать иконы в пост. Да, конечно. Что вы вообще можете сказать про то, что особое, может быть, есть какое-то чувство, когда вы пишете иконы в пост или какие-то, может быть, у вас были события такие значимые? Можете поделиться? Ну, да. Когда вот самую первую икону я писала, как раз попала в пост. Вот. И, ну, во-первых, много времени проводишь за иконой, за написанием, и меньше смотришь телевизор, и меньше развлечений всяких, вот. Но в то время, когда я писала икону, я еще немножко увлекалась живописью и писала еще и картины, и еще пела в хоре. И вот такое было, не знаю, связано это с постом или нет, одна приятельница, с кем мы в хоре вместе пели, когда я с ней поделилась, что вот я занимаюсь и этим, и этим, и не этим, она говорит, как ты все успеваешь? Тебе, наверное, говорит, Господь время удлинил в сутках, что ты можешь столько много за день и вообще каждый день этим заниматься, и тебе хватает на все время. Да еще и работала. Вот. Ну, вот это вот с этим вот как бы я вот связываю тоже, что какой-то вот такой промысел Божий был, что я все успевала. Вот. А сейчас вот совершенно времени у меня ни на что нет, и есть с чем сравнивать. Ну, скоро начнется пост, может быть, вы снова вернетесь к писанию иконы, и больше времени будете уделять уже своему любимому делу. Да-да-да, надеюсь. То есть, когда вы писали икону, скорее всего, вот у вас, можно сказать, появлялось дополнительное время для общения с Богом, да? Конечно, конечно. Конечно. Больше уделяешь время молитве. Вот. И когда пишешь икону, разговариваешь с этим святым, кому-то пишешь, и молишься ему. Ты, конечно, много времени уходила на это. Я вот первую-то икону Казанской Божьей Матери писала все-таки довольно долго. А вторую, вот, Николая Чудотворца, я практически за два месяца написала. Вот. Но это уже было прям в конце поста я начала писать ее, и буквально прям за два месяца написала. Ну, можно сказать, что это богоугодное дело – писать иконы, тем более в пост. Конечно, конечно. Меньше каких-то отвлеченных мыслей. Ведь в пост нужно больше молиться и больше, как бы, уделять время Богу и душеспасительным занятием заниматься. Вот как раз в пост и нужно заниматься написанием иконы, что будет очень полезно для души. Спасибо, Елена. А что-то вы посоветуете нашим, может быть, ученикам, кто вас будет смотреть, или тем, кто хотел бы быть нашим учеником, в нашей русской написанной школе? Или, может быть, у кого-то есть какие-то сомнения? Я знаю, что... Ну, я только могу пожелать не сомневаться и попробовать написать икону. Вот, потому что все, кто вот писали, вот кто мои знакомые, с кем мы писали одновременно, у всех получилось замечательные иконы получились. И вот я прям любуюсь иногда, смотрю на эти фотографии, которые девочки присылают. Прям чудесно просто. Люди, которые никогда не писали, и вдруг такой открылась у них, такой талант, и сразу написание икон. Не каких-то там просто картин там или что-то, а это дорогого стоит, я думаю. Лена, вот у вас висит картина, это ваше произведение? Да, вот я сначала немножко живописью увлекалась, потом вот как бы Господь направил, вот увидела вебинар Елены Александровны, вот, и, как говорится, пошло все потом на писание иконы. Когда я писала, увлекалась живописью, и так думаю, ну для чего же мне Господь дал вот это, чтобы я вдруг увлеклась и стала писать маслом картины. Вот, а когда начала писать иконы, когда, как говорится, Господь привел, и все сразу стало на свои места. Вот для чего мне Господь дал этот дар, это увлечение, чтобы я потом пришла к написанию иконы. Спасибо, Елена, очень приятно было с вами общаться, и желаю вам, чтобы вы в пост свою икону продолжили писать. Да, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно было познакомиться. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Бадина, я из Мурманской области. Вернулась опять в Мурманскую область, до этого была в Петрозаводске. Я уже давно в русской школе. Очень приятно, вы тоже с самого начала. Да, Светлана, вы как вообще узнали впервые о школе, и почему приняли решение учиться? Я уже точно не помню, через какой контент, но пришла реклама с предложением. Прийти на вебинар. Я когда пошла на вебинар, вообще было, мне в голову не пришло, что я стану учиться, именно действительно приму предложение, учиться в школе. Но когда вот Елена Александровна стала объяснять вот это всё, ну загорелось сердце. Я прямо сразу с первого вебинара приобрела курс «Казанская Божья Матери подмастерье». И тогда была акция «Дарили ангела и золочение в подарок». То есть по минимальной цене я практически уже почти сразу на мастера пошла, кроме святителя Николая, которого, конечно, я впоследствии приобрела тоже, ну как любимого святого моего тоже. Я когда ещё пошла на подмастерье, я думаю, как я обижу Николая, святителя, что я не буду писать. Но как-то боялась. Мне казалось, что это вообще ничего не получится у меня. Думаю, просто попытка такая. Когда уже получилась сначала у меня «Казанская Божья Матерь», потом «Святителя Николая» писала, и «Ангела» уже после «Святителя». Миниатюрная икона училась писать. Очень, конечно, это всё. Я уже вспоминаю. Это как-то... За ней мои жизни счастливые, конечно, и вот пролетели. Но у меня есть такие плоды, иконы, которые меня радуют теперь. Прошли не впустую эти годы. А на данный момент сколько уже икон написали в нашей школе? Может, я даже что-то не подсчитывала. Ну, я почти все курсы, которые выходили, кроме очень сложных. Я вот не рискнула зло-лодопробельное письмо, потому что руки уже не те из Рима. И «Святителя Георгия Победоносца», что там много мелких деталей. Все остальные курсы я или приобрела, или уже написала. И мученицу Татьяну. Но я саму Татьяну не писала. Я написала мученицу мучеников Кирика и Улитку по этому образу. То есть все писали Татьяну, а я писала Кирика и Улитку. Но там похожая была икона. Мне Елена Александровна подобрала образец. Несколько икон я написала сама, ну, по аналогии. По аналогии со «Святителем Николаем» я написала мучеников Катю. Делала по тем же урокам, но писала другой образ. Это было очень сложно, потому что там образ молодого человека, ну, в чём-то в технике, конечно, отличалась требуемым к написанию. Ну, до чего-то я доходила сама. Но очень мне помогли, помог клуб русской иконописной школы, потому что я регулярно выражала туда работу, и Елена Александровна мне подсказки делала. Если бы не эти подсказки, икона бы не была завершена, потому что у меня нет опыта. Я даже вот сколько уже, может, девять или восемь написала икону. До сих пор не могу понять, когда она завершена, иконой. Вот Казанскую вторую попыталась написать, и всё никак не могла завершить. Я уже её переделывала, переделывала. Вот такое у меня горе произошло. Я её уронила, и она ударилась об угол шкафа, и свезла и пряску, и на лики, и на глазе, и на мафоре, и на золоте. Это вообще... Я расстроилась. Ну, это самое. Потом поправила это всё. Вот для меня самой большой похвалой стало, что Елена Александровна ждёт флаг, и где были дырки. Я так старалась, поправляла. Вот. И она потом сказала, хватит уже, всё, икона готова. Потому что я переделывала бесконечно, бесконечно уже. И, конечно, иконы, они с нами живут в наших условиях. Вот я, например, страдала, жила без вентиляции. И иконы страдали со мной часто, что хакелюр образовал. Я уже только потом поняла, что они должны дольше сохнуть, чем положено по урокам, так как у меня квартира без вентиляции. Поэтому слои очень медленно сохли. И уже стала давать более длительное время для просушки. А сначала-то мы все торопимся, потому что нам очень интересно, что в следующем уроке. И мы зачастую из-за этого какие-то ошибки совершаем, которые приходится переделывать. И я уже как-то стала себя подёргивать. Хотя до сих пор у меня это такое. Есть ещё что-то. Интересно, что дальше. Иногда торопишься. Вот сейчас даже. Ну, мы уже много написали икон. Светлана, конечно же, приходилось вам писать в пост. Сейчас у нас будет начало Великого поста. Есть ли какая-то разница? Была ли она у вас, написание иконы в пост и вне поста? Конечно, в пост, когда пишешь икону, то это легче. Вообще поститься для написания иконы, это даже как бы по канону правильно. Но мы, конечно, это уже современные люди. Мы не всегда это сопритаем. Что в празднике работаешь. Ну, так что теперь не работайте. Если так случилось в выходной работе, конечно, после церкви и садишься, иногда пишешь икону. Но в пост душа очищается. Вот даже вот если так задумываться, сам вот главный праздник, торжество православия, это праздник православный, когда прославляется православная икона, ему нашлось даже имя в церковном календаре, это в Великом посту. Это уже тоже о многом говорит, символы есть. Великим постом легче сосредоточиться, потому что много помолился уже, в любом случае помолился. Постом молитва всегда более, как сказать, напряженная такая, усиленная. Всегда искушение возникает в посту. И вот иконопись, лично у меня были такие вот опыты, что иконопись мне помогала в Великим постом. Само написание иконы, это тоже ведь молитва, длительная молитва, потому что когда человек пишет икону, он обращается к тому образу, который он пишет, он хочет его отразить, чтобы он отражает в чём-то и себя часто. Иконы на себя бывают похожи, свои мысли к святому. Это тоже длительная молитва, которая в пост только приветствуется. И самое лучшее время для написания иконы это пост, конечно, да. Ну, только, конечно, не переутрудиться, если действительно человек строго постится, вот, он надо тоже режим чередовать. Я бывала иногда и всю ночь сидела. Потом трудновато бывает. Надо, конечно, кто-то в промоку про себя устанавливает. Вы иконописты, да, они сочетали посты, независимо даже от того, есть ли пост или нет, когда писали икону. Да, потому что они заметили, что помогают, да, помогают. Во-первых, мы пишем иконы дома, вот, если на первой варишь, там мясо, какие-то запахов, то тоже уже мысли не те, да, не совсем так хочется. Если так скромно вкусить постную пищу, совсем без пищи, мы, конечно, кожу не жили, здоровье не жили. У современного человека не то. Вот, но пост, он, конечно, не только в еде заключается. Светлана, очень интересно, вот, как вообще, ну, вы считаете, насколько душеспасительное занятие, для вас это вот именно иконопись? Ой, ну, не знаю, даже, конечно, это сейчас мое основное занятие. Я заменила этим занятием прочие свои занятия. Я всю жизнь, ну, как я, с тех пор, как я уверовала, действительно, я старалась быть прихранной, я и ночью дежурила, и пол мыла, и по монастырям ездила, вот, много. А потом случилось так, что, в общем, мне пришлось работать. Работать по своей специальности, по которой я очень мало в жизни работала, потому что, ну, так сложились жизненные обстоятельства у меня. И именно пребывать долго в храме я не смогла. И мне еще пришлось изменить город проживания. В общем, я сидела дома все, очень далеко от церкви, ну, в том городе, где я работала. Чтобы попасть в церковь, мне прекратилось там целый подвиг совершать, потому что как-то, но у меня все равно какая-то пустая ниша есть, что мне хочется и Господу служить. вот. И я сидела и купила себе компьютер. Так случилось. Я хотела, у меня сломался ноутбук, и я хотела купить ноутбук. У нас на работе был программист. И он говорит, ну, хороший ноутбук, он стоит 50 тысяч, а я могу тебе подсказать, как за 30 тысяч купить компьютер. В общем, хороший. Он знал, где, ну, как, поставщики у него были. И он мне, значит, все настроил, такой огромный экран был на компьютере, как я люблю. Там все детали так видно хорошо. И, значит, я думаю, Господи, да как же посвятить это вот? Я вообще человек не компьютерами, а тут мне вот это самое. Мне и по работе иногда надо дома, конечно, отпечатать, но получилось, что компьютер есть, а делать особо на нем нечего. Я просто сидела там, на сайты разные заходила, что-то смотрела, там, фильмы, ну, все про православие, конечно, в основном, или по работе своей. И вот реклама сама меня нашла. Я не помню, как, то ли через электронную почту, вот я узнала, то ли я видео короткое увидела про русскую иконописную школу. А еще до этого я в какую-то маленькую церковь взошла, а там же бывают иконы, ну, кто-то умер или что, и выставляют иконы, которые или не нужны дома уже, и выкидывают, приносят в церковь, их сначала складывают там, если никто не взял, их потом ну, как-то зажигают или раздают бедным, не знаю. В общем, и там стояла иконочка Андрея Рублева, и что-то она мне так понравилась. Я ее решила, хотя она такая была, ну, немного запачканная чем-то, чаем что ли залили, вот, бумажная маленькая иконочка. Я ее как раз взяла, она у меня сверху этого компьютера стояла. Но у меня мысли, что я буду писать иконы, не было. Я просто вот принесла эту икону, что преподобный Андрей Рублев, вот, это самое, молиться ему. И вот сразу же вот такое предложение. И я вот говорю, я до самого последнего момента написания иконы не верила, что икона получится у меня. Я когда вот посылку получила, я уже рассказывала, я достала доску вот эту заливкашенную, я не могла себя заставить мне что-то с ней делать, потому что я, ну, как можно такую красоту, она такая белая, до чего она ровная, и вот как решиться, вот что-то, какую-то лень на ней провести, я не могла. И со мной вот Ольга, Ольга Лукина, она два часа разговаривала по телефону, вот чисто психологически, она меня успокаивала. И вот она применила такой приём. Если бы я знала, что моя икона потом на выставке ездить и её будет показывать, я бы, конечно, может, и не начала писать. Но Ольга Лукина сказала, что эту икону вы пишете для себя, вы можете её вообще положить и никому не показывать. Это же учебная икона. Если бы моя будет какая-то... И только из-за этого я решилась приступить. Вот она сказала, приступайте. Я положила икону на стол, эту доску, и она не начала. Вот, когда что-то не получалось, я это самое, расстраивалась очень, вот просто как-то по-детски, я чуть-чуть ему плакала. И иногда у меня и до сих пор вот что-нибудь намудрюсь с иконой, и у меня такое вот, какое-то отчаяние детское, когда хочется пробежать, вот сказать, вот, мама, я не испортила. И я обычно тогда молюсь, и к Лене и Александровне, конечно, обращаюсь, фотографирую вот это всё. Как мне, конечно, не стыдно, ему добавить свои ляпы, так и высылаю в клуб, где вот разбор ошибок учеников, и она вот ещё никого заметила, никого не обижают, очень так, тактично, это самое. Я бы так не смогла, про чужую работу, настолько практично вот говорить, ошибки вот замечать. Ну, мастер у нас Елена Александровна, она не только у нас, как сказать, иконописец, она ещё и педагог. Педагог, потому что с людьми очень много работает. Причём интересно, что именно в онлайн-формате, не каждый педагог может в онлайн-формате работать, потому что, но это тяжелее, тяжелее, чем работать вживую. Это нужно уже, тоже своя харизма есть у человека, да, какой-то, вот работать именно в таком образе. Но она тоже выработала это в себе по потребностям насущным того времени, когда был ковид, когда надо было учить учеников, и никому не хотелось прерывать свою работу, а нас заставляли сидеть по домам, вот, и сделать из обычного, там, телефона или компьютера помощника. Я уже потом, когда уже больше года или сколько была в школе, я узнала, что большинство людей по телефону смотрят уроки. Я просто восхитилась, потому что я бы по телефону не смогла. У меня зрение плохое, я всегда с большого экрана смотрю урок, вот, и это самое. И с маленького я один раз посмотрела, я даже не сказала, что надо делать, и только с большого делать. Спасибо, Светлана, очень интересная у вас такая история. Ну, и, может быть, вы что-то хотите пожелать нашим ученикам вообще, вот, и просто иногда бывает вот какие-то мифы сами люди создают себе, что там в пост, например, нельзя писать иконы или еще что-то. Хотя, когда человек садился за такое богоугодное дело, он обязательно держал пост. Лучше всего под молитву писать икону. То есть вы можете включить трансляцию богослужения, сейчас из Минска очень хорошие трансляции, из Екатеринбурга по Сагизу, по Спасу идут трансляции. Вот те же постные богослужения включаете и пишите икону и все получится, потому что это с молитвой будет, не с какими-то, бывает, конечно, такие этапы, там, золочения, которые там требуют, чтобы человек прям не дышал, но и лучше в тишине делать. А вот такие вот, когда уже там, роскрыш, там, ну, даже и детали, я всегда, когда доработка деталей, длинные уроки, я под разные вот богослужения еще очень хорошо в русской иконописней школе есть трансляции богослужений вот с пояснениями даже отца Максима. Вот очень, очень, я когда его слушала, у меня было впечатление присутствия там, что я не просто слушаю, пишу икону, что я молюсь, вот, потому что не все подходит. Как-то я под Алексея Ильича Осипова стала писать и кляксу сделала. У него все-таки какое-то есть такое напряжение в голосе, и я думала вроде православной писать, но под Осипов лучше не писать, потому что ты как-то слушаешься, какие-то мысли возникают, а нужно именно не мысли, а нужна молитва. Молитва. Да, молитва, сосредоточенная молитва. Иконы — это сосредоточенная молитва, выражающаяся в материи. Иконы, она, иконы всегда разные, она отражает именно время свое, и чем больше люди молятся, и чем выше богопознание в какое-то время, заметьте, тем лучше сохранились иконы тех, которые Андрей Рублев писал. Это же не только продукт самого Андрея Рублев, Андрея Рублев, это продукт молитвы его современников. Он в этот момент жил, его творчество, а оно сопряжено с молитвой. Неизвестно еще, понимаете, судьба наших икон, они нас переживут, что-то, конечно, будет предано огню со временем, а что-то может быть и сохранится и будет как прекрасный памятник этому нашему времени. И, может быть, потомки будут думать, кто это написал, как написал. Но мои иконы я еще никому, кроме матери, конечно, это формально, подарить матери и дочери, все равно что оставить себе. Я еще не дарила и не продавала никому, потому что я не могу расстаться с ними. Я все иконы написала, Кирика и Улит, и я им молилась очень много. У меня была мечта заказать написку, но я не знала, как это сделать. Видите, Господь как управил, что вы с вами не забыли. Здравия вам. И вот они меня радуют. Мои иконы меня радуют. У меня даже такое впечатление, что они и плачут со мною, и радуются они со мною. Они отражают какие-то этапы моей жизни, эти иконы. Видите, даже те же, которые были без вентиляции написаны, у них вот этот крокелюр, и я на него смотрю и вот тут как-то, не знаю, его незаметно издалека, но вклизи заметно. Они как живые. Они действительно живые. Приходит с опытом, это слава Богу, что вы занимаетесь, уже написали много икон. Да. Дай Бог вам дальше заниматься этим делом. Спасибо. Всего вам хорошего, доброго, Светлана. Спасибо. Очень рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Борцова Ирина. Я живу в Подбельске, Самарской области. Работаю в системе образования, занимаюсь вопросами проведения ЕГЭ на территории Северо-Восточного округа образовательного. Вот как интересно. Ирина, вот такая у вас прям интересное занятие. А вот что же вас побудило писать икона? Вы же являетесь ученицей русской написанной школы. Да, я являюсь ученицей русской написанной школы с 2021 года. Ну, что побудило? В 2011 году моя жизнь разделилась на до и после, когда поставили диагноз рак молочной железы, когда было проведено комплексное лечение, пришлось учиться жить заново, принимать себя такую, какая вот я теперь есть. И мне в этом помогла моя семья. Но так как время идет, приходится, наверное, думать о том, что мы не молодеем, и после себя нужно не только материально оставить своим детям наследство, а у меня два сына. И я долго думала, и вообще это вот прям вот была идея фикс, ну что, что такое оставить, ну дом, машина, все это продастся, у меня мама говорила всегда, что и могилка зарастет травой, никто не вспомнит, не приедет. И тут вот буквально, наверное, как проведение Божье в Инстаграм я увидела рекламу от Елены Александровны по поводу проведения семинара. И именно вот меня потянуло именно в русскую книгописную школу, что с нуля. То есть я никогда не рисовала, у меня нет художественного образования. У нас было только, были уроки методика преподавания ИЗО вот в рамках начальной, подготовки начальной школы в Побельском предучилище. Но это было уже так давно, поэтому как-то ну с внучкой и с внуком всегда вот этим делом занималась. А тут вдруг с нуля и за 20 шагов, там буквально за 2 месяца вы сможете научиться рисовать и более того напишите свою первую икону. вот это наверное меня больше всего подтолкнуло и я созвонилась с Ольгой Лукиной. Мы с ней поучаствовали в вебинаре, потом мы связались с Ольгой, она мне все объяснила, потом вот именно Елена Фомина вышла на связь, все объяснили, как это все происходит. дали мне закончить период проведения ЕГЭ, это самое главное, потому что это очень сложный период такой, вот, а потом я уже приступила, и именно моя цель была, и есть она, продолжается, потому что я свой курс не закончила, и я объясню сейчас, почему так вот уже год, второй пошел, а я все на первом уровне и обучаюсь по программе мастера, когда три, две иконы и третий ангел-хранитель в подарок, вот, не закончила, но цель моя именно одна икона одному сыну, вторая икона второму сыну, а ангел-хранитель нам, чтобы мы как можно дольше были с нашими сыновьями, радовали их и не нагружали их какими-то заботами. Когда я пришла в русскую иконописную школу, начала с июня вот именно двадцать первого года, наверное, этот период связан, вот вы сказали в начале, что мама умерла в прошлом году от ковида, а моей маме тогда было девяносто лет, и, ну, сами понимаете, что с возрастом начинаются какие-то вот эти вот изменения, болезни, и действительно говорят, что есть какие-то испытания, что начинаешь, это ведь очень такое, духовное дело, и у меня было очень много раз мыслей оставить это всё, значит, это не моё, раз мне Господь посылает такие испытания, значит, я не должна этим заниматься, хотя мой духовный наставник, отец Георгий Петин, он прям вот, нет, это благое дело, пробуйте, это же не пойти убить или своровать, это же, вот вы же к чему-то духовному подходите, вот, а здесь вот начались проблемы с мамой, она начала всё больше болеть, 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 и мне пришлось уже после Нового года представить этот период поста, который, рождественский пост, а он ведь, он отличается от великого тем, что он какой-то радостный, ты ждёшь рождения Господа нашего Иисуса, в отличие вот от вот этого, который наступает пост, он ведь великий, он такой, он тяжёлый, ты всё время думаешь и читаешь в Евангелии о том, какие испытания прошёл наш Господь, это же действительно очень сложно, и когда, чем больше читаешь Евангелие, тем больше возникает мысли вот именно этих, как можно было не бросить, не отказаться от своей любви к людям от добра, которое было принесено и пойти на плаху вот ради нас, чтобы простить нам все наши грехи и мы как-то об этом задумывались. Ирина, а вот, ой, извините, перебила, а вот отличается ли как-то именно написание иконы во время поста, чем в другие дни? Я думаю, что да. И вот как раз, когда наступила весна, а я начала писать свою икону, первую икону, казанскую икону Божьей Матери 28 ноября. Уже первый этап закончился, постановка руки закончилась, я получила добро и начала писать. Тяжело шло, тяжело, вот я говорю, что пришлось совмещать, за мамой ухаживала. А потом в феврале, когда я перешла на дистанционную форму работы, и мне разрешили это сделать, потому что пока впереди было время до итоговой дистанции, я ухаживала за мамой, и март, это уже время поста, и я чувствую, что вот скорость выполнения, у меня даже время появлялось. Мама как будто она уходила в себя, она то спала, то думала там о своих мыслях, какие, ковид мы перенесли, все мы перенесли в этот период. Но вот именно март, когда уже перед, можно сказать, финишная, прямая, когда перед Пасхой, вы не представляете. У меня каждый день, даже на работе, как будто звонки прекратились, вот с работой, по работе. Мы работали вот именно тоже вот так вот, по видеосвязи. И все это так быстро шло, и у меня было желание еще, 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 еще. До пяти вечера я с ней, потом приходила сиделка, я бежала домой, утром приходила снова, и вот это вот, думаю, ну надо же, даже работа переходила на второй план. И какая-то радость, вот она как будто оживала под твоей кистью, это же вот что-то такое. Ну вы, вот я смотрю, ваша икона стоит, вы же сами проходили, понимаете, как это вот, особенно когда ты понимаешь, что идет дело к завершению, и сейчас, сейчас она родится, это просто вот потрясающе. Ну и потом, ведь все время, когда работаешь над иконой, все время молишься, просишь благословения Божьего, просишь Богородицу, чтобы она поддержала всех святых. То есть получается, во время поста, когда вы писали иконы, и молитвенное делание было больше, потому что у вас было больше времени, она откуда-то, как вы говорите, чудом находилась именно во время поста. Да, это очень удивительно. Вот даже сейчас, вот уже и маму похоронила, вот в апреле будет полгода, и понимаете, вот и Николай Чудотворец пока ждет своего часа, а он ведь для сына, который воин, который уже и Украину прошел, и все, и он ждет своего часа, я думаю, что вот уже вот-вот-вот-вот-вот, ну, наверное, неделька, и я снова займусь им. Сейчас начало поста, как раз через неделю. Да, и он ждет, вот он, он у меня пока вот в таком состоянии, вот, уже такой вот. Да, уже у вас это, наверное, серединный как раз, написание. серединка, да, требует немножко, вот, вот, лико затемнения, серединка, но ждет, вот. Я думаю, что сейчас вот этот период, который наступает, он очень такой, требует внимания, повышенного молитвы, и как раз вот эта вот работа, она будет продолжена, это да. А как вы думаете, вообще вот душеспасительный, или писать иконы в пост, особенно? Я думаю, что это вообще занятие, она душеспасительная, а пост, он особенно на это сподвигает, потому что отходят на второй план, какие-то развлечения, уходят какие-то фильмы, телевизоры, проекты, что тебя привлекало. Работа, конечно, она продолжается, своя работа в мирской жизни, а вот именно работа над иконой, она как раз и, ведет к тому, чтобы закончить ее, и может быть даже свое вот это вот уважение и любовь к Господу проявить вот именно через написание иконы. Я думаю, что да, это великое время, когда нужно совершать не только добрые дела, но и работать над собой духовно. Это да. И именно иконопись помогает в этом особенно. Ну, вы знаете, сейчас уже я более уверенно беру кисть, и вот какие мастер-классы Елена Александровна проводила, участвовала в некоторых, когда время позволяло. Да, это вот уже совершенно другое, другой подход совершенно. И наш клуб, который у нас есть, вот он тоже вот как-то сплачивает. Мы с многими девочками общаемся с разных уголков, вот особенно с Татьяной из Ростова-на-Дону. Это мы обсуждаем, что-то у нее не получается, она со мной советуется. Я, конечно, всегда ее направляю кураторам, потому что они у нас такие умницы. И может быть там у мужчины и умники, потому что не всех знаешь буквально. А вот в написании как-то вот даже она как будто икона помогает справиться с испытаниями, которые идут вот в этот период. Она забирает на себя. Вот тебе бы вот куда-то вот пойти по телефону, может быть, поразговаривать бы о чем-то пустом. А тебе нужно работать. Вот она тебя ждет, зовет. Давай, продолжай. Вот я думаю, что именно в этот период это такое начинается. Ну, будем, пожелаем всем, особенно во время поста, заниматься таким богоугодным делом. Дай Бог, чтобы у вас все получилось, чтобы вы написали к нашему воскресению Христову вторую вашу икону и подарили своему сыну. Спасибо. Спасибо большое.